Единая госсистема учета производства и оборота осетровой икры может появиться в России. Этот деликатес часто подделывают, например, подкрашивая икру других рыб или выдавая искусственно выращенную черную икру за дикие виды, которые в России практически не производятся легально из-за запрета на промысел осетровых. Напомню, он был введен в 2007 году. Важно, чтобы система была безупречной и совершенно точно отвечала на вопрос, откуда продукция, где она выловлена и переработана, говорит руководитель Центра общественных связей и Росрыболовства Александр Савельев. И сейчас Александр Савельев на прямой связи со студией. Александр Анатольевич, здравствуйте. Приветствую. Что означает вот эта единая госсистема учета и производства осетровой икры? Что все это значит? Вы знаете, хотелось бы начать вот с чего. Знаете, чтобы не сложилось впечатление у наших радиослушателей о том, что, так сказать, чиновники опять что-то придумали, какую-то ерунду, которая, так сказать, только обременит бизнес, дополнительные какие-то административные барьеры, какие-то трудности и так далее. Вот о чем, собственно, идет речь. Я задам такой сакраментальный вопрос. Скажите, вот вам важно, что вы едите? Ну, я думаю, это всем важно. Совершенно верно. В отношении рыбы, рыба это такой деликатный продукт, который портится быстро, что его и хранить надо в особых технологических условиях, в режиме определенной температуры и так далее, и так далее. То есть деликатный продукт. Это вопрос и это требование особенно остро и актуально звучит. Ведь что мы сейчас читаем на этикетках, так сказать, рыбным филе или там на консервах на рыбных, или покупая замороженное, охлажденное и так далее, или там читая какие-то сопроводительные сертификаты и так далее. Мы читаем, так сказать, все то, что может украсить страницы юмористических журналов. Например, что филе ментай изготовлено, не знаю, в Баларовском районе Калужской области, где ментай, естественно, отродять не было. Так вот, о чем, собственно, идет речь? О создании безупречной и очень ответственной. Отвечала напрямую, как солдатский штык, вопрос для покупателя. Что это за рыба? Где она выловлена? И когда? Вот на что, собственно, направлена эта инициатива. А она колерируется как раз недавненьше, 16 августа, подписаны новые поручения президентом Российской Федерации в отношении развития рыбохозяйственного комплекса. Эта проблема существует, и она заключает в себе комплекс мероприятий прослеживаемости рыбы и рыбной продукции от лодки до глотки, что называется. То есть, по сути, речь идет о маркировке, такой более понятной. Пока вот еще трудно сказать, будет ли это маркировка, будут ли это какие-то чипы. Или, скажем, в банке данных наших отраслевых ученых содержатся образцы ДНК всех. То есть, по икринке наши ученые в состоянии безупречно определить, что это за витоситра, из какого он региона, из какого стада и так далее. То есть, какая вот конкретно будет использована система маркировки, чипирования или что бы то ни было, важно, чтобы она была безупречна, эта система, и совершенно квалифицирована, совершенно ясно отвечала на вопрос. Что это за рыба? Где она выловлена? И когда? Да, понимаете, ведь рыба это такой деликатный продукт, который, цена на который тоже, так сказать, может... Вот, понимаете, вы покупаете сейчас, скажем, замороженного ментая, а когда он выловлен? Может, он год назад выловлен? Или... А может, это и не ментай вовсе? Может быть, действительно, это и не ментай вовсе, ведь не каждый из наших покупателей их теолог, да, и если рыба обешкурена, то их теолог вряд ли определит, что это за витосит. Александр Анатольевич, а вот икра, может быть, дешевле от этого станет? Или нет? Просто все надеются, что икра-то станет более доступной, наконец-то. Вот, да бог с вами, икра черная, это такой деликатес, который никогда не станет доступной. Понимаете, его становится все меньше и меньше, с чего он станет доступнее. Ну, не надо никаких иллюзий, бог с вами. Другое дело, что акукультурные икры сейчас все больше и больше производят. Вот, но я бы не стал сосредотачиваться на черной икре, понимаете? Это все-таки продукт, который могут себе позволить, ну, немногие, понимаете, по цене. То есть речь идет о красной в том числе? Речь идет о обще... Ну, в общем, да, понятно, о чем идет речь. Спасибо руководителю Центра общественных связей Росрыболовства Александру Савельеву.